МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знакомься, пожалуйста. Кристина Максимова. Завтра встречаемся на подписании документов. Я вас не подведу. Бизнес не думали подавать? У тебя денег столько нет. Лора Павловна, неудобно. Алиса Игоревна, это важно. Это Кристина? Ты не представляешь. Мне кажется, она работает на Ахметова. Алиса что-то заподозрила. Эту проблему мы устраним в самое ближайшее время. Кристина, что происходит? Меня только что не пускали в клинику. Я готова отчитываться перед акционерами исключительно по финансовым вопросам. Кристина увольняет людей. Лора ушла. Ты не видишь, что происходит перед собственным носом. Ты клинику оставила? Меня оставила. Нашла тебе этого йога. Представляешь, поступило предложение поехать в Кералл главным инструктором. Ты же все о чем-то мог мечтать. Тогда едешь. А я что, говорил, что я согласился? Спасибо, что пришел. Жалко, маму не дождался. Ну ничего, бывает. Пока. Лидка, прикинь, уже целый месяц беременная. Мы вообще не в курсе. Но есть одна проблемка. У меня в последнее время боли в спине участились. Можешь посмотреть сегодня? Завтра приходите. Андрю? Завтра точка. ЗВУЧИТ ЗВУЧИТ НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Алло. Привет. А ты где? Проснулся? Тебе нет? В клинике тоже. Да я в налоговую поехала пораньше, чтобы в очередях не стоять. Умница. Веру на ресепшн вернуть тоже твоя идея была. Андрей, пока у тебя будет электронная запись, у тебя прямо в календаре будет отражаться, но мы найдем... Да нет. Такую, как Лора, не найдем. Да и не надо. Да. Пусть все остается как есть. А кофе я сам. Научился. Давай. Послушай, я не могу так больше. Устал. Эти постоянные смены настроения, нытье. А дети... Ну, правда, я не нанимался, нянька. Я просто сорвусь, и это закончится плохо для всех. Макс, пока мы с Ахметовым не вступили с тобой в финансовые отношения, ты, по-моему, сам не против был. Потерпи. И будет тебе центр восточных практик и медицины. Отдадим целый корпус. Это все-таки не вагоны разгружать, правильно? Ты принес? Да. Здесь браузерная история и вообще все, что было на женском диске. Детали я не знаю. Скопировал все, что было. Ты правда считаешь, что на домашнем ноутбуке может быть что-то полезное? А где она будет хранить конфиденциальную информацию? Ключи к электронным подписям. Я достаю еще документации относительно права владения и управления клиникой должен. Не забивай себе голову сложными словами. Чтоб помирился с ней сегодня же. Ой, ну только не надо лезть в мою тактику, ладно? Ой, извините. Забыл он, ради чего это делается. За кофе заплатить не может. Куда? Выйдешь после меня и не раньше, чем через полчаса. Тазовые боли, значит. И когда вы не лечились? А, я уже не помню когда. Как университет закончила, лет семь назад. И все это время вы так мучились? Ну, не так прямо. Я же на блокаторах была все это время. Ну, точно диагноз не поставлен. Это же не лечение, просто устранение симптомов. Я на обезболивающих сначала сидела, потом на гормонах, потом уже объединили и то, и другое, и дозы увеличили, но все равно болит. Яна, скажите, пожалуйста, у какого врача, в какой клинике вы наблюдали с тем информацией заплатили? В фарме плюс. Лечили-лечили, но ничего не менялось. Хотя говорят, что там лучшие врачи. Ну, есть коллеги и с таким подходом, к сожалению. Вика, давайте полное обследование. Ну, и вы правильно сделаете, чтобы вы сюда пришли. Спасибо. Пойдем. Ритка моя настаивает на Веронике, либо на Милане. Я ей говорю, что имя должно быть, ну, какое-то запоминающееся, необычное. Чтобы один раз сказал, сразу на всю жизнь запомнил. Например? Ну, не знаю. Насте. Или Ане. Мне тут вообще нравится, когда сейчас родители называют. Так как-то традиции соблюдаются, что ли? Да ну, Маргарита в моей жизни будет только одна. Ну, если мальчик будет. Маргаритом, что ли? Ну, он же не болгарин. С Лавой? Да ну, как будто у нас редкой фантазии нет. Да мы только женские имена рассматриваем. Но это ты, конечно, хорошо подметила. Потому что я, честно говоря, внутренне вот постоянно себя накручиваю, гоняю. И вот чувствую, что повезет. И будет пацан. Стресс, конечно, это все. Даже есть не могу. Молодой человек, я еще раз вам повторяю. Я пришла конкретно в клинику Филатова. И конкретно к Филатову. Филатова действительно плотная запись. Если вы готовы ждать три недели, пожалуйста. Но вам стоит понимать, что он не единственный компетентный врач этой клиники, который может вам помочь. Я обошла уже всех врачей. Все говорят мне одно и то же. Удаление узлов и экстрепация. Причем полное. А я в будущем хочу родить. Но боли я больше терпеть не могу. И мне не нужны помощники. Мне нужен Филатов. Если вы в будущем окажетесь на приеме у Филатова, нам все равно нужно сделать полное обследование. Пока этого не подтвердит доктор Филатов, я с места не сдвинусь. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Подождите, пожалуйста. Слав! Слав! Извини меня, пожалуйста. Вчера у меня, правда, завал по времени был. Как, Рита? Тебе удобно будет? Да, сегодня без проблем. Друзья Андрюха, это никогда удобно, никогда без проблем. Слав, ну не начинай, пожалуйста. Для тебя все в любое время. А ты? Извиниться, он пришел. Так у тебя все решается. Да. Ну, раз без меня никак иду. Да. Лора Павловна, как успехи? Ну, то, что я рассказала вчера, подтвердилось. Юрий нашел скан жалобы родственников. То есть, получается, что Кристина отказалась проводить срочную операцию, только из-за того, что у пациентки не было средств купить препарат? Да, но знаю, из воротливости она и сейчас отвертится. И Андрей ей поверит. Я бы рекомендовал собрать всю информацию и отправить на почту. Разговор можно прервать, но не спорить же с сухими фактами. Ага. И бишенка на торте. Он ничего не сможет прочитать. У нее есть теперь доступ не только ко всей даже конфиденциальной информации акционеров, но и к почтовым ящикам сотрудников. Мне айтишник помог узнать. Она же запретила беспокоить главного врача по административным вопросам. Так что уволены все, кто писал о ситуации в клинике Андрею. И я сомневаюсь, что он это читал. Угу. Лура Павловна, сделайте так. Обзвоните всех, кто ушел из клиники. Резко действовать нельзя. Мне подготовиться нужно. Ок. Есть будешь? Вот, без вашего мнения пациентка отказывается диагностироваться. Наталья Игоревна, нам надо сделать общее обследование, чтобы мы понимали, с чем нам работать. Как и скажете, Андрей Ильич. То есть, это единственное, за чем я вам нужен был, да? Да. То есть, его позвали в главного врача вот за этим, да? Молодец. Ну, вот я подумал, может, Максимус? Уж больно мне эта сцена в Колизее нравится, когда, знаете, помните, они там все стоят, да, и так, Максиму, Ма... Согласен, все равно же Максом будут звать. Ну, не с мечом же ему по улице ходить, правильно? Нет, ну, вот все-таки, понимаешь, хочется назвать в честь того, кого уважаешь, правильно? Малежик, например, Добрынин, Фетисов, Мутусов, Вячеслав. Вячеслав, слушай, точно, Слава, Слава Джуниор, а? Звучит, да? Как я сразу об этом не подумал. Мы с вами первый раз как-то особенно не пообщались. Ну, а раз у вас с Лизой как-то серьезно, я думаю, что нам стоит узнать друг друга получше. Очень надо. Алиса Игоревна, я понимаю ваши сомнения. Ну, на вашем месте я бы себя чувствовал точно так же. У нас есть сомнения только по поводу правильности твоего выбора. Ну, я вам скажу то же самое, что сказал Андрей Ильич. Я ее люблю и готов взять за нее ответственность. И со мной она будет в полной безопасности. Ну, я, конечно, понимаю, что это только слова, но я докажу их на деле. Не надо за меня ответственность брать, я тебе не дочь. Лиза, Василий, я вам сочувствую. Будет трудно с этим ребенком? Ну, ничего. Вырастет. Не только она. Лиза, ну, я понимаю, ты нервничаешь из-за свадьбы, возможно. Я нервничаю не из-за свадьбы, а из-за этой дебильной снисходительности. Здесь вообще кто-то может со мной на равных общаться? Ну? Мне кажется, ты заигралась в трудного ребенка. По-моему, здесь кто-то другой заигрался. Если ты вспомнишь, чего все началось. Лиза! Ничего. Подожди немного, и мне исполнится 18. Она успокоится, а я... Да. У Песковой реально все показания к полному удалению. И в подслизи ты узел, и в брюшной. Дай посмотрю. Она еще хочет в будущем рожать. Я только не понимаю, почему она решила, что только Филатов может найти выход. Это же Филатов. Что? Если у твоей много осложнений, то у Андрея вся ситуация еще хуже. Вот. Результаты пришли. У гинекологии все нормально, а у нее боли невыносимы. Ну, может, потому что я не к всемогущему Филатову, а к врачам из невралгии? А это мысль. Я об этом не подумала. Ну, вот скажи ему, он ведь упрется, отправит к неврологу, только когда решит сам. Мы для него не авторитет. А ты чего такой злой? Как с цепи сорвался. Я тебе совет дать не смогу, я не знаю. Два узла, оба разные, в разных местах, я не знаю. Да, разные. Разные узлы. Вик, это прекрасно. Юль, то есть ты прям писала Филатову? Что она ответила, не раз слышала? Ну, че бы я этого не слышала. Арам, подожди, подожди. Какой автоответчик? Я ничего не понимаю. У него никогда на телефоне такого не было. Угу. Лариса Павловна. Ясно. Ну, все намного хуже, чем я предполагала. Телефон тоже на переадресации. Чай, кофе. Кофе. Ну, что я вам могу сказать? Да, слышала я уже сто раз то, что вы мне можете сказать. Никакого полного удаления не будет. Будут проведены две параллельные операции разными способами. Матку сохраним. Это решил доктор Филатов? Это решил доктор Филатов, да. Операцию можем провести уже сегодня, если захотите. Проведет доктор Филатов, я буду ассистировать. Ну, что ж, не будем откладывать тогда. Тем более, если Филатов сам может. Вот видите, молодой человек, как хорошо, когда каждый на своем месте. Занимается своим делом. Правда? Провожу вас в палату ожидания. Сможете пока предупредить родных и на работе. Антибактериальная терапия после операции продлится несколько дней. Хорошо. Ничего не понимаю. Все в порядке. Андрей Ильич, Егор предположил, что ты к неврологу. Вик, ну ты нашла с кем обсуждать. Егор даже на анализы сам пациентку отправить не может. Песковой нужна двойная операция. Подслизистый узел удалим с помощью резиктоскопии, а второй брюшной полости лапароскопом. Так сохраним возможность родить. Такие операции только с моим участием. Андрей Ильич, я провел диагностику, нашел способ решения. Я могу сам. Я утром видел, как ты сам можешь. Пескову завтра ко мне. Как это связано вообще? В жизни все связано, Егор. Все связано. Вик, Трифилову давай отправим дополнительное обследование, а я скажу, на что обратить внимание. Пациентка Трифилова? Да, я. Андрей Ильич попросил отвезти вас к неврологу на осмотр. Нужно проверить поясничный отдел. Пойдемте, я вас провожу. Филатов наш совсем того. Всех стариков увольняет. В кабинете ни одной знакомой физиономии. А эта новенькая крутит им, как школьникам. Ну, слушай, ты давай не очень-то. Андрюха сам кого хочешь раскрутит. Мы с ним знаешь скольких. И вообще он мой близкий друг. Ну, вот. Вот ты с ним поговори. Как-то повлияй на него, что ли. А вдруг он тебя послушает? Да, хотя вряд ли. Он сейчас с головой не дружит. Любовь зла. Не делай зла, не получишь добра. Я тебе сейчас историю одну расскажу. Значит так. Горы. Плюс сорок. Высота двести двенадцать. Группа бойцов ведет бой с превосходящими силами противника. Допустим. К вечеру осталось только двое. Один ранен. Боеприпасы на исходе. Враг вот-вот начнется наступать. И все. И вот этот тот, который раненый, он знаешь, что говорит? Нет. Брось, говорит. Уходи. Я прикрою. А вот этот второй ему знаешь, что отвечает? Нет, говорит. Не уйду. Уйдем вместе. И приняли бой. Да. Жалко парней. Ну? Что «ну»? Ну, а ты с Филатовым тут при чем? Какое ты отношение-то имеешь? Прямое. Потому что если бы у нас с Андрюхой такая жесть произошла, я бы его не бросил. Ну, знаешь ли. Придумал уже. А ты себя спроси, как бы он поступил. Подумали. И он бы не бросил. Наверное. Сейчас дадим анестезию. Доктор Филатов будет через пару минут. Вы в надежных руках. Дезинфекция. Инструмент. Андрей Ильич, это очень верно, что вы сразу ко мне направили. Егор пациентку привел, сказал, что от вас. Тут у нас спондилез поясничного отдела, острая люмбалгия с миофасциальным и болевым синдромами. То есть, все это время боли были из-за затрудненного оттока крови по позвоночным венам? Ну, значит, госпожа Трифилова, теперь ваш пациент. Да тут вообще с гинекологией не связано. Жалко, что вы раньше к нам не пришли. Гинекологи эти вас залечили. При всем уважении к гинекологам. Андрей Ильич. Хорошо, что доктор Филатов мне попался. Кто бы еще это мог заподозрить? Спасибо вам. Мам, ни на что не намекаю, но как насчет поесть? Вечер уже. Полин, проверяю важную информацию. Не могу сейчас, извини. В холодильнике посмотри что-нибудь. После того, как Макс уехал, эта конструкция стала чисто декоративной. Полин, мне звук будет мешать. Убери, пожалуйста. Мам, верни Макса. Он действительно у меня был так плохо. Вообще не был, если честно. Возил меня везде, о тебе заботился. Лизу терпел. Кто еще нашу семейку вынесет? Ну вы же с Лизой вроде его не любите. Может, то, что он делал и для нас стоит того, чтобы потерпеть его вегетарианские спичи. А больше ничего плохого он не делал. Так. Я сейчас ужин тебе организую. Прелестно. Просто прелестно. Привет. Ты мне нужен. Давай встретимся. Для решения твоих проблем у тебя есть жених. Егор, пожалуйста. Лиз, я устал. Я приеду к тебе. Приезжай. Тебя Филатов ждет. Да. Ничего не хочешь сказать мне? Одной пациентке успешно проведена операция, другой верно поставлен диагноз. Во вход главврача, лечащего врача одной из них и владельца клиники, да? Множественные личности. Очень интересно. Предлагаете перед каждой извиниться за то, что я хороший гинеколог-хирург? Тонным смени. Не с девушкой своей разговариваешь. Ты наглеешь и забываешься. Еще раз такое повторится, вылечишь к чертовой матери из этой клиники. Окончательно. Понял? Отныне только провальные операции и ложные диагнозы. Не волнуйтесь. На таком фоне вы всегда будете считаться гением. Алло. Рит. Привет, это Филат. Еще раз. Что у тебя? Ну, я занят был. Ну, что я должен оправдываться? У меня, правда, полно работы было. Ну, нет так нет. Ваше дело. Согласился приехать. Быстро так причем? Чтобы ты понимала, он даже вчера ко мне один приезжал, когда тебя не было. В смысле приезжал? Зачем? Ну, чтобы я одна не была. Он же ужин у меня накормил. Я в приставку поиграл. Даже домашку вместе сделали по информатике. На твоем науке. А почему не на Лизиным? На нем же удобней. А, к Лизиным пароль не знаем, а к твоему знаем. Ну, что, теперь ужин надо организовать с нашей стороны. Чтобы, знаешь, видно было, что сделано с душой. И все такое. Что закажем? Ну, как? Да как обычно. Не уволил? Нет. Ну, здорово. Да, видимо, это потолок здесь. То, что он позволяет быть рядом с собой. На этом все. А ты чего сегодня такой? Да меня конкурент к себе зовут. Какие конкуренты? У Филатова нет конкурентов. В маленьком мире нашей клиники, которая держится на восхищении его талантом, так может оказаться. Ну, чего ты, Лиза? Просто хотел с тобой поделиться, что меня знают и зовут к себе. Зарплаты в три раза больше. Практика за границей. Ну, давай дома расскажем. Вика, по этому поводу я хотел попросить тебя сегодня к себе поехать. Мне нужно побыть одному. Извини, завтра, обсудим. Ты уверен? Да. Егор. Кристина, ты меня прости за сегодня. Я тебя стерплю, Люба. Ну? Когда знаешь ради чего ты с человеком, можно закрыть глаза практически на все. Егор, я решила, что не могу. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА